Привет! С вами проект Азбука от семантики. Сегодня узнаем, что же скрывается за таинственной формулировкой агент влияния. Вообще существует два варианта трактовки этого термина. Первое – это искусно смоделированная виртуальная личность, внедряемая в интересующую рекламодателя целевую аудиторию на тематических ресурсах, но под видом обычного пользователя и незаметно занимающегося управлением ее мнения, направляя позитивное внимание людей на обсуждаемый товар. То есть, в общем-то, за этой личностью или за этим аккаунтом может быть очень много человек, которые продумывают и делают его работу. А второе – это постоянные пользователи интернета. В данном случае абсолютно реальный человек, имеющий определенный вес и значимость для других людей. Ну, то есть, это может быть блогер или какая-нибудь медийная личность. Давайте же более детально разберемся, чем занимаются агенты влияния. Созданием околобрендового контента. Ну, это различные статьи, интервью, опросы. Продвижением положительных отзывов. Оказанием поддержки потенциальным клиентам. Это включает в себя ответы на возникающие вопросы о продукте, услуге, бренде, публикации инструкций и так далее. Сведением на нет негативных отзывов. Ну, и вообще всего отрицательного, что может касаться бренда или продукта. Внедрением различных персонажей. Ну, то есть, такие аккаунты, которые представляют из себя либо адвоката бренда, либо просто обычного пользователя. Разработкой стратегии влияния. Анализом лидеров мнений и изучения статистики упоминаний. Мониторингом обсуждения бренда или продукта. Исследованием и поиском актуальных тематических площадок. Увеличением лояльности аудитории. Ну, и непосредственно самой рекламой продукта. В общем-то, с функционалом разобрались. Теперь давайте обсудим то, чем же должен выделяться агент влияния, чтобы успешно выполнить свои обязанности. Первое. Это количество подписчиков, ну, или друзей. Второе. Дата создания аккаунта. Естественно, чем старше, тем лучше. Третье. Это социальная активность. Количество постов, сообщений и так далее. Ну, и четвертое. Вовлеченность в дискуссию других пользователей. А в завершении хотелось бы затронуть тему профессиональных агентов влияния. Ну, то есть агентов влияния в качестве штатного сотрудника. Кто же они такие и чем конкретно занимаются? Вот, например, достойные специалисты в некоторых случаях настолько вживаются в роль, что даже эксперты не всегда могут их распознать. Но, увы, неправильное исполнение обязанностей уже не раз приводило компании к достаточно серьезным скандалам и разоблачениям. Это происходило, когда непутевые агенты одновременно выкладывали на нескольких ресурсах комментарии или отзывы в одно и то же время. Дело в том, что данная профессия заключает в себе стандартное знание человеческой психологии. Ведь иногда для внедрения на некоторые форумы и завоевания авторитета у пользователей необходимо умение проанализировать человеческое поведение, а также банально договориться, подстроившись под коллектив. Первые вакансии на данную должность появились в начале 2010 года, в тот самый момент, когда на рынке появилось рекламное агентство Hidden Marketing. Для подбора кандидатов был создан специальный ресурс – hidmo.ru. Зарегистрировавшись, на котором соискателю предлагалось пройти тест, разместить 10 сообщений об указанном бренде. Оценивалось не только содержание постов, но и количество потраченного на них времени. На нынешний день будущее профессии агента влияния не совсем ясно. Одни эксперты утверждают, что данный вид рекламы уже давно себя изжил, так как пользователь стал менее доверчивым и до него уже не так легко воздействовать. Вторые же, напротив, продолжают использовать данный способ формирования общественного мнения. Ну а на сегодня у меня все. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.